В эти выходные в Перми откроется новый хоккейный сезон. Молот при Каме, напомним, начинает чемпионат ВХЛ домашним матчем с Нижнетагильским спутником. Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 17.00 с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе под Ярославлем. На хоккейных аренах страны отменены все развлекательные мероприятия, музыкальные сопровождения и выступления групп поддержки. В 20 спорта Молот со стороны улицы Лебедева установлен баннер, посвященный Ярославскому клубу. Желающие почистить память погибших могут приносить к нему цветы и свечи. Шествие болельщиков Молота, запланированное ранее на 11 сентября, не отменяется, но пройдет в траурном режиме. Предполагается, что участники шествия проследуют от цирка до УДС Молот с черными повязками на рукавах и возложат цветы к баннеру, посвященному локомотиву. Сбор болельщиков намечен на 14.00 на площади у цирка. После перерыва, связанного с матчами национальных сборных, в отборе к Евро-2012 возобновляется чемпионат страны по футболу. Амкар сыграет дома. В 23 туре соперником станет столичный Спартак. Красно-белые сейчас на седьмом месте, в их копилке 36 очков. У красно-черных 23 очка и 11-я строчка в турнирной таблице. Напомним, Спартак один из самых неудобных соперников для нашего клуба. Первую победу над ним в рамках чемпионата страны пермики одержали лишь в этом сезоне. В Москве амкаровцы оказались сильнее 2-1. Отличились Михалев и Бурмистров. Новое противостояние состоится в воскресенье 11 сентября. Начало встречи в 15 часов 45 минут. Большое событие грядет в мире внедорожного спорта. На территории Прикамья пройдет этап Кубка Урала по трофи-рейдам Телеком Трофи-2011. Соревнования состоятся в районе деревни Горшки. Достаточно важное соревнование для спортсменов, трофистов нашего региона всего, поскольку разыгрываются последние путевки на финал Кубка России, которые состоятся осенью. И как раз за эти путевки приедут сражаться сильнейшие экипажи из Свердловской области, из Перского края. Есть экипажи, заявились у нас также из Уфы. Трасса готова, интересная погода. Обещает быть как раз такой трофейный дождик. То есть, я думаю, что самое то будет. Спортивное время гонки чуть более суток. Площадь, где расположены контрольные пункты, несколько сотен километров. Как говорят организаторы, все участники накатаются вдоволь. Трассу мы приготовили интересно, 90 контрольных пунктов сделано у нас. Часть пунктов будут фиксироваться с помощью спутниковой навигации, часть пунктов будут фиксировать спортсмены свое посещение с помощью фотоаппаратов. Ну так, как традиционно такой смешанный тип. То есть, будет очень интересно. Соревнование откроется в субботу в 9.30 утра. Первые экипажи стартуют в 10 часов. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.